Блокбастеры Голливуда. О, чёрт вас здесь понравится? Здравствуйте! Все тайны и секреты кинозвёзд. Его дело. Это наше. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Поехали, действительно. Здравствуйте, Олег Пек в студии. Со мной на прямой связи по зуму. Кинолюбитель, большой тоже любитель кино, Владимир Веселов. Доброе утро, добрый день. Как слышно? Да, привет. Слышно меня? Да, всё слышно, всё прекрасно. Можем начинать. И я сразу, может быть, правила игры обозначу. Мы сегодня ещё не последняя программа. Итоги года, может быть, мы ещё будем подводить. Сегодня хотели поговорить, с одной стороны, о тех фильмах, которые мы пересматриваем периодически, потому что, ну, как привязка к Новому году, опять-таки, все пересматривают «Иронию судьбы». Может быть, к этому можно привязать. Фильм, наверное, один из самых таких часто осмотребельных. Почему мы пересматриваем фильмы? Что мы ищем? Что мы хотим найти снова в этих фильмах? Увидеть какие-то упущенные детали? Пережить какие-то, может быть, воспоминания о том, как мы смотрели этот фильм в первый раз? Ну, вот я просто набрасываю. Об этом мы поговорим. Ну, и, конечно, о тех картинах, которые сейчас вышли, которые мы посмотрели, впечатлениями, которые хотели бы поделиться. И я напоминаю, что поделиться можно также по телефону прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Звоните, в общем, если хотите присоединиться к разговору, что-то вспомнили интересное такое, чтобы хотели порекомендовать другим. И в номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Это вот самая главная информация, техническая информация. А сейчас, наверное, все-таки перейдем вот к премьерам недели, потому что уже с сегодняшнего дня на киноэкраны Риги выходит фильм «Матрица. Воскрешение». Ни я, ни Владимир не успели посмотреть эту картину, поэтому будем, ну, честно... Да, увы, но просто первый сеанс, кстати, начался 12 минут назад. Вот в 11 часов, по-моему. Но я, главное, посмотрел, билеты действительно почти все раскуплены, то есть там остались только первые ряды, вечерние сеансы вообще выметены напрочь, так что я думаю, что эта картина, этот будний день, заметьте, будний день, будет очень пользоваться большим успехом, конечно. Вот мы, тем не менее, хоть мы и не посмотрели, но почитали, почитали все, что можно, что кто написал, вот какие-то мнения уже первые критиков появились. Потому что, да, потому что в России фильм стартовал, по-моему, 16-го, то есть они уже получили возможность ознакомиться, и в интернете довольно много отзывов по этому поводу, так что есть что послушать и есть о чем подумать. Так что мы тоже сейчас вот обменяемся какими-то, ну, информацией, той информацией, которую нам удалось наскрести. И, кстати, ведь первый фильм «Матрица», мне кажется, тоже из тех периодически пересманы. Ну, фильм, который не стыдно пересмотреть, потому что фильм очень в свое время надел много шума. Произвел эффект разорвавшейся бомбы, поскольку в нем было очень много приемов технических, в том числе приемов, которые до этого не использовались. И все эти буллет таймы там, и сама идея, вот то, что мы находимся в симуляторе, она была таким, может быть, попсовым изложением вот идей солипсизма, то, что вот весь мир вокруг нас иллюзией, что стоит только закрыть глаза, и весь мир этот исчезнет. Но до сих пор ведь на самом деле люди спорят о том, ну, вот живем ли мы в «Матрице», периодически появляются фотографии, которые называют «Сбой Матрицы». Это как раз-таки то, что мы называем, когда одинаково одетые люди идут по улице, или вдруг там череда лысых пассажиров в электричке, и все удивляются, как это так, четыре лысых человека подряд на одинаковых местах, ну, какое-то совершенно мистическое совпадение. Или, например, какие-нибудь платья одинаковые на женщинах, которые вот три женщины в одинаковых платьях, чтобы с одинаковыми еще сумочками через плечо, не бывает такого. Ну, вот так происходит. Да, ну, это я к тому, что в самом деле это картина, которая стала достаточно таким большим явлением, но продолжение, вот вторая и третья части казались многим все-таки как-то и слабее, и вымученными, более вымученными. Ощущение такое, что студия надавила на создателей, попыталась выжать деньги. Ну, это да, так всегда бывает. Я хотел сказать просто, что сама «Матрица», каком она, в 99-м году, по-моему, вышла, и она стала именно... Чем она запомнилась? То есть Голливуд, по большому счету, никто не будет спорить, что это конвейер, это как бы индустрия. И как любая индустрия, он выпускает продукты во многом предсказуемые. То есть, выпуская фильм, там работают менеджеры, которые уже думают о том, сколько заработает, на кого рассчитано и прочее. И очень редко бывает такое, что фильм, так скажем, внезапно... Ну, то есть, успех... Чаще бывает, что внезапно случается провал, а внезапный успех, успех, он достаточно... Это достаточно редкость. И вот «Матрица» — это один из тех случаев, как мне кажется, когда успех фильма не предсказывал никто. Мне так, насколько я понял из прочитанных вообще материалов по этому фильму, то есть, фильм выпустили без какой-то большой рекламной кампании. Бюджета у него не было. По большому счету, это объясняется тем, что у ныне сестер Вачовских, тогда еще братьев Вачовских, которые режиссеры и сценаристы, у них до «Матрицы» был всего один фильм. Это гангстерская, стильная, как бы сейчас она тоже такая в статусе культовом, стильная такая гангстерская мелодрама про двух влюбленных женщин, которые их разводят на деньги мафиозного босса. Вот, и подумать о том, что... Кстати, фильм великолепный, суперфильм, там прекрасные работы Джины Гершон и Дженнифер Тилли. Я его, кстати, тоже один из тех фильмов, который пересматривал несколько раз. И он блестяще был снят, очень такой... Ну, те, кто не видели эту картину, посмотрите, он называется, по-моему, «Связь». «Связь», по-моему. Вот. И просто подумать, что режиссеры, снявшие, ну, пока только пусть и стильный, пусть и замечательный, но один фильм, снимут что-то вообще настолько легендарное, вряд ли кто-то мог. И поэтому я просто прекрасно помню, как первая «Матрица» вышла в наших кинотеатрах. То есть тогда, ну, тогда просто не было такого большого, ну, как бы такой глобальной связи между киноманами, и негде было услышать какие-то прямо восторженные отзывы. И поэтому это была как бы темная лошадка, так скажем. Никто не думал, что это что-то значимое и что-то настолько легендарное. Но сарафанное радио, сарафанное радио сработало тогда. Да. Вот. И то есть рекламы большой не было, в принципе, и здесь, и в Голливуде ее не было. Но и это тот случай, когда, не имея как бы маркетинговой поддержки, фильм начал, как бы успех фильма во многом именно получился благодаря слухам, благодаря отзывам самих смотревших. То есть тому самому сарафанному радио. Потому что, действительно, один человек посмотрел, сказал, да вы что, да, обязательно, своим друзьям обязательно надо идти. И вот как бы благодаря этому «Матрица» получила свою культовую статус. Не благодаря какой-то просчитанным маркетинговым ходам, как мне кажется. Это многого стоит. И он долго держался в кинотеатрах. Я прекрасно помню, что вот неделя за неделей, то есть он собирал полные залы, и это было вот, ну, ошеломляющим эффектом, потому что всегда народ сходил, посмотрел, все, давайте нам следующую новинку. То есть две-три недели, и фильм сходит с экранов. Здесь вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. То есть залы полны. То есть люди идут, идут, идут. И в этом, ну, вот была, может быть, какая-то хитрость, что он работал совершенно на разную аудиторию. Для одних это просто визуально интересный, снятый и фантастический боевик. Другие начинали вот просто в восторге находить там и отсылки мессианского сюжета, и параллели с христианством, и отсылки к Кэролу. И, в общем, начинались там совершенно, когда копаться вот эти пласты, они вскрывались при втором, при третьем просмотре, ты вдруг замечал еще какие-то детали, еще какие-то детали. Ну, вот это как раз к тому, что его можно, именно поэтому этот фильм можно пересматривать, ну, если не прям многократно, то несколько раз точно, потому что первый просмотр, конечно, как, ну, не все сразу заметят какие-то прямо глубинные философские смыслы. Они, конечно же, есть. Понятно, что это не простой фантастический боевик, что в нем есть некая мысль достаточно глубокая, но именно маленькие фишечки, отсылочки и прочее, которыми нашпиговали Вачовский этот фильм, они заметны не сразу, они заметны со второго, с третьего просмотра. Вот я просто сам прекрасно помню, как слушал у одного, посмотревшего одного человека, который сказал, ну, это отличный боевик, там круто дерутся, там, понимаешь, зависают в воздухе, там, понимаешь, пули летают, оставляя волны, мужик сгибается, назад отгибается и прочее, то есть фантастика. Ну, то есть кому-то запомнилось именно это, кому-то показалось, что он, что фильм глубже. Это как бы, это отлично, что фильм именно работает на нескольких уровнях. Вот, и, да, что ты хотел? Да, я просто хотел сказать, что вот когда появились, конечно, вторая и третья часть, которые уже, ну, казались бы, какими-то пристройками, вот, ну, вот сама по себе история, она была вот прекрасно закончена, завершена, то есть вот как-то очень всё. И вторая и третья часть, они были, ну, не то чтобы лишними, но они пытались это скорее вот как красивая картина, которая начинает уже дорисовывать какие-то вот боковые какие-то детали, которые, может быть, уже вот и не нужны. Но, тем не менее, была попытка, ну, вот как-то привести всё к моменту. Я просто пытаюсь нашим слушателям напомнить, чем закончилась сама, в общем-то, трилогия, вот именно вторая и третья часть о том, что погибала ведь Тринити по пути вот главному компьютеру, приносил себя в жертву Нео избранный и, собственно, пообещав разобраться со Смитами, а взамен он просит этот искусственный интеллект остановить войну с человечеством. И, в конце концов, вот как бы архитектор, встречаясь с Пифией, обещает каждому человеку возможность покинуть Матрицу. То есть вот на этом завершается фильм, завершается вот сама трилогия уже, третья часть. Да, в третьей части, мне кажется, там очень сильны именно такие христианские мотивы. То есть если в первой части это было так достаточно тонко сделано, то во второй, третий, понятно, что они были созданы на волне уже успеха, и уже там включился маркетинг, конечно же, понятно. Вот, и, наверное, на Вачовске давили, они писали уже не так, как бы, душевно, как это было в первой части, где они, наверное, посвятили этому очень много времени. Вот, но пытаясь, просто пытаясь расширить эту вселенную, они много какие допущения оставили, за которые, соответственно, их уже начали критиковать. И плюс там уже достаточно толсто было, так скажем, вот эта вот аналогия Нео с Иисусом Христом, который как бы спаситель всего, то есть приносит себя в жертву ради всего человечества. То есть это прямо вот аналогия, но уже толще некуда. То есть понятно всем и каждому. Вот, и понятно, что, ну, как бы, все ждали пришествия второго. И вот это пришествие, ну, вот оно заставило себя ждать сколько? 20 лет практически. Вот оно как бы состоялось. Но в кино, между тем, нам даже называют цифру, 60 лет якобы прошло между прошлыми событиями и настоящими. То есть там называется именно вот этот конкретный временной отрезок. И я еще хочу сказать, что все-таки над новым фильмом работала только Лана Вачевский, а Лили Вачевский не принимал участия. И это не очень хороший знак. По большому счету, когда я об этом прочитал, я подумал, что здесь что-то не так. Видимо, если люди, которые работали над первым фильмом, отказались от последующего, это не очень говорит о качестве продукта. Ну, возможно, это как бы не связано. Не знаю пока еще. Ну, и также вот я хочу тоже отметить, что ряд актеров тоже не принимал участие. Здесь мы не увидим агента Смита Уивинга. Уивинга? Да, он, ну, официально объясняют так, что ему не удалось состыковать свой рабочий график со съемками фильма. Ну, вот это как бы объяснение, может быть, оно такое надуманное. Поэтому появился вот новый воскресший агент Смит, который сменил лицо, и выиграет Джонатан Гроф. И нету Морфеуса. То есть, ну, вернее, есть Морфеус-то есть, но он омоложе на его копии. Нам как раз таки и объясняют, что, дескать, он вот обновленная версия. Лоуренса Фишборна мы тоже как бы не увидим в этой картине. Почему, тоже непонятно. То есть... Да, ну, я хотел просто сказать, что все-таки, если говорить уже о новом фильме, то чего греха таить, отзывы, которые я слышал и читал, в принципе, не очень хорошие, к сожалению. Но я призываю все-таки не быть пессимистами, и сам я пытаюсь не быть пессимистом, и хочу все равно сходить на этот фильм и посмотреть его лично. И причина этому, в принципе, проста. Как мы уже говорили, первый фильм тоже был непредсказуем. И поэтому думать, что четвертый фильм – это просчитанная какая-то, и всем он или понравится, или не понравится, это тоже было бы неправильно. Мне кажется, нужно дать шанс, как и первому фильму, ему надо дать шанс. Там, я так понимаю... То есть, мне кажется, что не зря все-таки Киану Ривз согласился в нем сниматься. То есть, понятно, что Киану Ривз, он как бы, я читал мнение, что он не очень сильный актер, по большому счету. Он такой достаточно посредственный актер, но он, как мы знаем, практически носит статус святого уже сам по себе. То есть, его называют «Святой Киану», потому что он, в принципе, не замешан в никаких скандалах и в Голливуде, и вообще ведет очень праведный образ жизни. И мне кажется, что его согласие на съемку этого фильма, оно говорит, что он что-то в нем увидел, и что-то в нем должно быть. Очевидно. И надо просто поискать самим в этом фильме. Я думаю, что стоит потратить деньги, потратить время и посмотреть его именно на большом экране, потому что затраченное усилие, затраченное время, как бы оно стоит этого. Ну, вот я хочу отметить еще один момент, что Киану Ривз, он в какой-то момент славился тем, что он отказывался играть в сиквелах картин, в которых он принимал участие. Это было связано после приключений Билла и Теда, еще даже первый подростковый фильм, когда он снялся в продолжении, и вторая часть оказалась гораздо слабее, менее удачной, чем первая. Я читал, что якобы тогда он зарекся принимать предложение сняться в сиквелах, и это, кстати, его спасло от провальной скорости 2, в которой его очень сильно заманивали, и где он отказался. Первый случай, вот в «Матрице» второй и третьей части, когда он сделал исключения, ну, здесь вот спорно. Затем Джон Уик, который, в принципе, стал второй франшизой, в которой он стал принимать участие, и больше таких вот исключений он не делал. То есть «Матрица» и «Джон Уик» — это было… Он развязал, потому что он, в конце концов, он недавно снялся в третьей части. Ну, «Вилла Теда», да. Да, то есть, можно сказать, что он снял с себя этот… Венец без врача, да. Да, да, да. Венец без сиквеля. Без сиквеля. Да, ну, не знаю, как… Мне так кажется, что Киану Ривз — это такой актер, который, в принципе, не очень задумывается о своем каком-то имидже, о своем каком-то этим… То есть, он актер, вещь в себе. То есть, он уже достаточно сыграл, ему не надо никому ничего доказывать, поэтому не очень беспокоится. Ну, да, это как… Я сразу вспоминаю эту байку Фаины Раневской, когда привезли в Москву показать «Мону Лизу», и вот она стояла в очереди, там, ну, каждому дают буквально полсекунды, ну, пол-полминуты, чтобы посмотреть, и дальше продвигаются. И вот какой-то мужчина перед ней говорит, не знаю, почему, вот на меня никакого впечатления не производит. И она ему резко сказала, вы знаете, она на такое большое количество людей произвела впечатление, что уже может выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет. И, в принципе, ну, вот, наверное, мне кажется, что Киану Ривз тоже, как бы, вот, заработал себе эту репутацию. Действительно, репутация у него ведь есть. И очень деликатного человека, как по отношению к поклонникам. Ходят легенды о том, как он очень всегда отзывчив, он никогда не отказывает сфотографироваться, то есть он не строит из себя вот именно звезду, которой невозможно подойти. Он невероятно демократичен, он очень общителен, и регулярно рассказывает о том, как он делает большие подарки Токаскадерам, которые вот принимали участие в съемках там второй и третий матриц, он купил каждому по мотоциклу. Он подарил какие-то, вот говорят, часы безумные, дорогие. В общем, идеальный кандидат именно для этой роли. Да, для этой роли, то есть у него такая... Надо представить, что на роль Нео хотели взять Вилла Смита, то есть это было бы очень странно сейчас представить. И вот я хочу еще подвести к одной очень такой важной детали, которая, читая вот рецензии, читая критиков, мне показалось, вот что во всяком случае, вот читая сюжет, я сейчас буду очень осторожен, чтобы не допустить спойлеров, но многие отмечают то, что сценарий четвертой матрицы, он несколько ироничен. То есть это уже не постмодернизм, как в первой матрице, а уже постпостмодернизм, потому что мы сталкиваемся, ну вот герой Киану Ривза, Томас, тот же самый Томас Андерсон, геймдизайнер, который придумал трилогию «Матрица», то есть это уже матрешка в матрешке, то есть практически он выступает вот в роли Вачовски, вот создателя этой идеи, и в какой-то момент его начинают уже посещать странные видения, что, а что это, вот реальность ли это или нет. И в четвертой части очень много, ну, какой-то иронии, то есть вот, ну, как бы подмигивание, и то, что его вынуждают создать четвертую игру, а он отбрыкивается, можно усмотреть, как будто бы вот Лану Вачовски вынуждают снять четвертую матрицу, она, ну, господи, ну что еще можно придумать, что еще можно рассказать. И вот эта ирония может быть и, ну вот, во всяком случае, я могу предположить, может выступить таким спасительным элементом, который вот, ну, чтобы мы не воспринимали, потому что третья часть была слишком серьезной и пафосной матрицы, и вот, возможно, эта ирония, она поможет нам, как бы по-новому взглянуть на всю эту историю, и вот какое-то подмигивание. Да, поэтому я и говорил, что я тоже читал об этом, и тоже подумал, что, возможно, те, кому не понравился фильм, они ждали именно какое-то, ну, продолжение, такого сюжета, продолжение этой линии, так скажем, начатой в первых трех фильмах. А, возможно, именно Вачовский и Киану Ривз решили как бы поиграть именно уже не просто со зрителями, а с фанатами. То есть решили их как бы чуть-чуть пощекотать, так скажем, и чуть-чуть раззадорить их, потому что, наверное, они тоже устали немножко от той, ну, именно славы, которую им принесли именно эти фильмы, потому что по существу Вачовский, кроме «Матрицы», они сняли, на мой взгляд, еще несколько замечательных фильмов, но их публика не очень хорошо приняла, и по-прежнему их склоняют именно в связи с «Матрицей». Возможно, это тоже уже чуть-чуть, ну, чуть-чуть, конечно, расстраивает, и, возможно, именно это заставило их сесть все-таки за продолжение. Ну, не обеих, а одну, по крайней мере. Вот, но и все-таки я хотел сказать, что сценарию, я смотрю, приложил руку писатель, который написал «Облачный адрес», сейчас не помню. Дэвид Митчелл. Дэвид Митчелл. Да, то есть он к сценарию приложил руку, то есть это уже тоже говорит о том, что там не на скорую руку его набросали в попытках побольше денег заработать. Также там, по-моему, писал второй соавтор, это Александр Хэман, который работал над «Восьмым чувством». Так что, в принципе, ну, есть надежда. сегодня, я думаю, что уже у нас наши латвийские фанаты бросятся в кинотеатры. Еще раз напомню, что вот я так посмотрел, буквально остались там первые ряды. На вечерние так все действительно выкуплено. Я думаю, что это такой, может быть, один из немногих фильмов, который может собрать полные залы. И несмотря на то, что сейчас такие сложные времена, и, может быть, люди немножко отвернулись от кинотеатров в пользу домашнего просмотра, это один из тех вот фильмов, который может собрать аудиторию именно у киноэкрана. Потому что понятно, что все эти эффекты и все это зрелище требует большого экрана. Ну, я думаю, что это такая вот главная тема. Сегодня, кстати, сегодня же, по-моему, выходит еще одна новинка «Кингсмен». Это уже, по-моему, третий фильм «Кингсмен. Начало». Ну, то есть это приквел к истории, достаточно популярный, тоже вот создает такую трилогию. Ну, и, пожалуй, вот «Изверопой», по-моему, два. Вот все. Хочется, кстати, вот мы забыли упомянуть тоже очень важную вещь, что «Матрица» в своей оригинальности это такое очень редкое явление, потому что сейчас действительно машина голливудская в основном работает на производство ремейков, сиквелов, ну, вот какие-то вот... Работает сугубо только с франшизами. И любая оригинальная идея, которая вот не является экранизацией популярной книги, видеоигры, ну, то есть вот то, что появилось вот ниоткуда, не имеет каких-то корней, ну, уже вот какого-то успешного, это, ну, практически очень редко, когда создается на пустом месте. Ну, да, потому что продюсеры не хотят рисковать деньгами. Сейчас очень много факторов, которые влияют на посещение кинотеатров. Это стриминговые сервисы, это пандемия. И продюсеры как огонь боятся вкладывать деньги в темных лошадок, в сценарии, за которыми нет какой-то истории, и главное, нету какой-то фанатской базы. То есть понятно, что у любого комикса, у любой там игры есть определенные почитатели уже. То есть они уже есть сразу. То есть это та аудитория, которую продюсерам не надо будет завлекать в кино. Но она практически со стопроцентной вероятности туда пойдет. Поэтому, конечно же, приоритет дается именно таким фильмам, именно таким идеям, где уже вот какая-то известная продолжение чего-то, предыстория чего-то. Это как бы... С одной стороны это понятно, с другой стороны это, конечно же, ну, не может не печалить, потому что не все мы фанаты комиксов, не все мы фанаты игр, и людям хочется чего-то нового, чего-то интересного, а этого... Это ограничивает. Мне кажется, что это вот схлопывающаяся ловушка, потому что рано или поздно, ну, вот люди могут разочароваться просто в том, что Голливуд, или вот кинематограф, говоря более широко, не предлагает ничего нового. То есть это вот все время повтор одних и тех же каких-то уже... И это как бы палочка о двух концах, то есть аудитории не предлагают нового, люди не идут в кино, соответственно, люди не идут в кино, те создатели, те режиссеры, которые снимают оригинальное кино, не получают доходов, и их, соответственно, урезают. То есть это снежный ком, который катится сейчас именно и набирает обороты. И вот я на прошлой передаче начал говорить про фильм «Последняя дуэль». Да, Ридли Скотта. Да, Ридли Скотта. И вот там ведь та же история. Это как бы интересное кино, жанровое кино, хорошо снятое, качественно снятое. Но понятно, что за ним не стояло никакого комикса и прочее. И он провалился, с треском провалился в прокате. И это вывело из себя, собственно говоря, режиссера, который не очень тактично отозвался о аудитории, о зрителях. Это потом была история, что известный российский критик Антон Долин пытался с ним общаться, и тот его обругал чуть ли не матом. Там какая-то очень такая запутанная история. Вот, это привело к тому, что Бен Аффлек, который в этом фильме играет, и который писал сценарий к этому фильму вместе с Мэттом Дэймоном, Бен Аффлек сказал, что он что-то подустал от блокбастеров, и что-то он как-то вот хочет от них отойти. То есть история очень печальная, по большому счёту. То есть фильм, который должен был, я так подозреваю, если это первый фильм со времён умницы Уилла Хантинга, Хантингтон, который посадил за один стол снова Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, ну как писать сценарий, то есть очевидно, что они планировали вновь успех, они планировали вновь награды. А в результате они получили, собственно говоря, не очень внятные, так скажем, отзывы зрителей. Хотя критикам фильм понравился, и понятно, что он стал большим разочарованием для студии. И теперь, я уже читал такие прямо, ну это, конечно, очень пафосные речи о том, что вот это чуть ли не последний блокбастер, на который студии выделили большие бюджеты, и который вот так вот провалился. То есть вполне возможно, что в ближайшем будущем мы не увидим каких-то красивых исторических батальных фильмов, не основанных на чем-то вот другом, кроме комиксов или игр. Ну понятно, да, то есть блокбастеры, возможно, конечно, будут продолжать снимать, но это будут именно экранизации комиксов, и ну что-то такое раскручено. Туда будет вливаться денег прям, скажем, миллионами, учитывая миллиардами, какие доходы они приносят. Но, к сожалению, вот для того, чтобы вымывается просто простое жанровое, даже вот просто кино, где жанр драмы хотя бы взять, самые, может быть, непопулярные фильмы, которые рассказывают простые человеческие истории. Ну, наверное, эти все фильмы переедут куда-то на те же стриминги. То есть понятно, что сейчас люди просто имеют возможность выбирать. Если раньше такого выбора не было, то теперь люди могут выбирать, и они думают, ну зачем я пойду в кинотеатр, я потрачу деньги на билет, я потрачу там на попкорн. То есть становится меньше людей, для которых поход в кинотеатр – это такое вот как бы событие, это как раньше поход в театр. То есть сейчас человеку важно удобство. Сейчас удобство как бы со всех сторон позиционируется как главный благодетель, и, соответственно, человеку удобнее посмотреть мелодраму, сидя, значит, поджав ноги у себя на диванчике, накрывшись пледиком, там пледиком в обнимку со своей второй половиной. И для этого необязательно идти в кинотеатр. Поэтому в кинотеатр как бы вроде бы надо идти именно за масштабом, за каким-то спецэффектом. Тем более, что дома можно тоже поджарить себе попкорн, и выйдет это гораздо дешевле, чем покупать. Да, тем более, что так. Ну вот хотя сейчас, ну все-таки у нас идут не только блокбастеры на киноэкранах, хочу отметить, что вышел, например, фильм Уэс Андерсона «Французский вестник», который я тоже все вот, ну, я не могу никак посмотреть. Я его, да, я его посмотрел как раз, и тоже могу сказать. Ну, во-первых, надо понимать, что этот фильм, это как бы вот, этот режиссер, так скажем, он настолько специфический, что он уже сам по себе как вот, как комикс, имеющий фан-базу. Вот, собственно говоря, этот режиссер Уэс Андерсон, он настолько специфический, что он сам имеет определенную фан-базу. То есть его стиль настолько необычный, что он узнаваем сразу. И поэтому у него есть масса почитателей, и они пойдут на любой его фильм. Я думаю, что этот фильм не исключение, тем более, что он действительно снят в свойственном манере. Если кто не в курсе, я даже не знаю, я даже не попытаюсь объяснить это так, что вот если есть фильмы, где оператор снимает трясущейся камерой, бегает за актером, то это как бы антоним этому, противоположность полная. То есть у Уэса Андерсона кадр выстроен идеально практически, ну, как вот как у перфекциониста. У него порой ощущение, что это не кино, что это набор движущихся открыток. То есть это некий неподвижный фон, который построен просто идеальными, какими-то, в каждая деталь которого просто выверена с какой-то, не знаю, не знаю, с какой, вот именно с желанием какой-то симметрии, и в котором некоторое время движутся персонажи, и происходят достаточно абсурдные, но очень, как бы, очень милые истории, так скажем. Вот, и всё это, всё это, как бы, даёт такой эффект, что его фильмы, либо они очень нравятся, либо их не принимают. Вот, и база поклонников этого режиссёра очень большая. Я просто хочу напомнить, что это Академия Рашмор, это Водная жизнь Стива Зису, Семейка Тененбаум, Королевство полной луны. Ну, это всё старые работы, а главное, это Гранд Отель Будапешт, который... И, как там... Остров собак и бесподобный мистер Фокс. Да, вот, ну, мне кажется просто, что, вот, допустим, тот же Гранд Отель Будапешт, он более, был более открыт для, так сказать, массовой аудитории, для зрителя, который не знал, кто такой Уэс Андерсон. И мне кажется, если вот хочется именно понять это, надо начинать с него, потому что французский вестник, он всё-таки, это уже такая, на мой взгляд, вещь в себе, то есть, снятая вот именно настолько... Не очень понятно для неофитов, так скажем. Ну, возможно, кто-то откроет благодаря именно этому фильму. Потому что он очень любопытный, и я, честно говоря, это фильм, вот, так скажем, это фильм, который надо смаковать. Вот, который сел вот точно в пледик с чаем или кофе, и сидишь и наслаждаешься прямо вот этими картинками. Ну, я к тому, что эту картину можно посмотреть на большом экране, и учитывая всё-таки вот визуальный ряд Уэса Андерсона, это, может быть, есть определённый шарм увидеть картину в кино. Да, всё-таки возвращаясь вот к последней дуэли, потому что мы как-то, ну, заговорили, больше ушли в тему того, что блокбастеры как-то перестали сниматься. Вот насколько... Чем понравился фильм? Фильм понравился... Ну, во-первых, это серьёзная работа, это серьёзное... Это историческое кино, это рыцари, действие происходит в каком-то там 1300-каком-то мохнатом году. Вот. И понятно, что у Ридли Скотта, у него достаточный опыт для съёмки таких фильмов, потому что он снимал и «Царство небесное», и «Робин Гуда», и «Гладиатора». Вот. То есть он, можно сказать, что он на исторических фильмах съел собаку. Вот. И поэтому у него всё достаточно серьёзно. Конечно, наверняка найдутся какие-нибудь исторические реставраторы, которые скажут, ага, вот эти доспехи не носили в то время, или там этими такими мечами не пользовались. Но мне, как бы человеку далёкому от этого, всё было очень интересно. И плюс мне было интересно то, что за основу сюжета взята реальная история. А именно, последний раз, когда, ну, конкретно во Франции, в качестве, так скажем, решения двух сторон в суде использовалась дуэль. То есть вот два мужика поспорили в суде, и судья говорит, ну, я не могу решить, кто из вас прав, поэтому вот вы сейчас... Божий суд. Да, вот так божий суд дальше. Да, и кто победил, тот, значит, и прав. Вот. И это как бы очень интересно, потому что никогда не задумывался о таком виде суда. Может, и слава богу, что сейчас это не практикуется, а то так приходишь... Да, в учебниках истории о таком не пишут, и поэтому это было и новое, и интересное. Вот. Но, опять же, хотел сказать, что если раньше про такой фильм, ну, про эту историю можно было снять какой-то такой мужской мачо-боевик, да, то сейчас времена чуть-чуть другие, и к этому, к этой истории подошли по-другому. То есть история в чем? Некие два... Есть некие два дворянина, которые раньше дружили, а после определенных событий начали активно выраждовать, и жена одного из них обвиняет другого в том, что он ее изнасиловал, в то время, как ее муж был в отъезде. И вот, собственно говоря, история, в принципе, такая достаточно жизненная, да, но просто вдруг подумалось, а действительно, а как тогда решались такие вопросы? Вот никогда же, мы никогда не думаем, то есть как в средневеке решались вообще судебные дела об изнасиловании? Были ли они когда-то? И вот оказывается, что они были, и что муж потерпевший, так скажем, сказал, что моя честь задета, я, значит, рубаху на себя порву, но добьюсь справедливости и вызываю обидчика на дуэль, и пусть Бог рассудит, кто из нас прав. Потому что доказать в то время ничего было невозможно, потому что свидетелей нет, слова женщины вообще мало что значили, поэтому ей никто не верит, и поэтому единственное, кто может рассудить, это Бог с помощью дуэли. Вот, и если раньше, мне кажется, по такому сюжету могли снять именно такой геройский боевик исторический, то сейчас, поскольку повестка дня изменилась, была снята именно драма, драма с точки зрения того, насколько угнетены были женщины. Именно это, мне кажется, было поставлено во главу угла этого фильма. Что еще хочется добавить, что режиссер выбрал очень такой интересный прием. То есть этот фильм представляет из себя три истории, то есть есть три главных героя, два рысаря и женщина, жена, и вот фильм разделен на три части, каждая часть — это рассказ этих событий одного из героев. Глазами одного из героев? То есть или относится? Вот, и это как бы и сильная сторона фильма, и в то же время слабая, потому что слабая, ну вот скажу, в первую очередь слабая, слабая потому, что она удлиняет хронометраж. Он получился два с половиной часа. Ну, до кинотеатра это, конечно, многовато, что и говорить. И большая часть из этих двух с половиной часов люди смотрят трижды, в принципе, одну и ту же историю, что, в принципе, тоже является каким-то таким минусом. Плюсом в том, что каждый раз история как бы снята чуть-чуть по-другому, и она как бы открывает это событие с чуть-чуть новой стороны. Но если бы режиссер хотел показать именно разные взгляды, это было бы чуть интереснее. На деле же это, ну, так скажем, легкие такой какой-то, легкие изменения, которые на общую, так скажем, не знаю, как даже сказать, но общая постановка сюжета уже не влияет. То есть режиссер уже четко дал понять, что вот изнасилование было. Хотя я вот читал, опять же, что определенно в реальности очень долго в это изнасилование не верили. Думали, что женщина обманула, и что она была согласна, а потом решила опорочить этого рыцаря. Но сейчас понятно, что такой сюжет бы не покатил. И поэтому режиссер четко выбрал уже линию, которой он следует, и четко выбрал, кто виноват, кто жертва, кто виновник. И все эти три сюжета, они, по большому счету, ничего нового не дали. Не дали какого-то пищи для сомнений, чтобы сюжет был открыт, чтобы вы сели в конце и подумали, а действительно ли он. Ну смотри, а так и получается, что, может быть, все-таки фильм не такой сильный, но не такой уж удачный, что Ридли Скотт, скорее, может быть, ругаясь на зрителей, может быть, вымещает свою досаду, что и у него тоже, ну, не все картины бывают удачными. И, положа руку на сердце, есть так оно и есть, что не все фильмы Ридли Скотта – это обязательно «Гладиатор» или там «Двигающий по лезвию». Да, нет, ну, в любом, просто сам по себе фильм сильный. И мне кажется, он чуть-чуть, возможно, чуть-чуть где-то опоздал. То есть, потому что сейчас вот фильм, который идет два с половиной часа, и в котором, как я уже на прошлой неделе говорил, могло бы быть много батальных сцен, потому что это рыцарство и прочее, но их там практически нет, он легко мог быть снят для телевидения. То есть, я идеально представляю это трехсерийным каким-то мини-сериалом, где вот каждая серия – это взгляд одной из сторон. Но вот Ридли Скотт по старинке решил это все запустить в кинотеатр, и, наверное, он где-то просчитался, наверное, он где-то проиграл. Ну, тем более, что все-таки сама идея-то с «Росимона» еще идет там с 51-й год, все-таки 61-й, если я не ошибаюсь, до «Куросавы». Да, эта идея интересная, но она не до конца им как бы доведена до абсолюта, она как бы где-то вот остановлена на полпути. Но при этом фильм все равно хороший, фильм все равно интересный, история интересная, и, мне кажется, его действительно стоит посмотреть. И, ну, конечно, там нет пищи для каких-то таких размышлений, но визуально это все сделано очень хорошо. Ну, плюс актеры любимые у Ридли Скотта, я смотрю, что он часто использует одних и тех же актеров, то есть Мэтт Дэймон, с которым он работал в «Марсианине», Драйвер, который вот он опять же в «Доме Гуччи» снял. То есть актерские работы все шикарны. Ну, я вот смотрю, у нас вообще закончилось время, мы как-то заявленную тему совсем про нее забыли, фильмы, которые мы пересматриваем. Может быть, поговорим об этом в другой раз, в следующий раз просто подведем итоги года, тем более, что наверняка есть что вспомнить, вот если взять за год уже вот, что в 2021 году было такого любопытного из сериалов и, может быть, из фильмов, вот тогда уже, наверное, поговорим подробнее об этом. Напомним, что в кинотеатрах вот вышли «Матрица», четвертая часть, «Французский вестник» можно посмотреть, «Вестсайская история» идет полным ходом, хотя вот я не вижу так, чтобы народ ломился. Ну, а для детей, для детей зверопой, мне кажется, так, по крайней мере, первая часть была отличной, ну, отличной, мне кажется, что вторая не должна быть хуже. Так что есть что посмотреть в кинотеатрах, ну, а что дома смотреть, я думаю, каждый решит уже для себя сам. Владимир Веселов, Олег Пек, программа «Синема». Встречаемся через неделю. До свидания.